Девушки отдыхают О блокаде Ленинграда написаны тома книг и исследований, снятые десятки документальных и художественных фильмов. Порой нам кажется, что мы знаем все о величайшем сражении Второй мировой войны, битве за Ленинград. Битве, которая продолжалась 898 дней. Пять раз наши войска пытались прорвать кольцо блокады. Удалось это только в январе 43-го года, в ходе операции «Искра». Предыдущие четыре попытки были безуспешными и очень кровопролитными, свыше одного миллиона погибших. Сегодня мы расскажем вам о сражении, которое нечасто вспоминают. О четвертой попытке советских войск вырвать город на Неве из вражеского кольца. КОНЕЦ Весна-Лето 42-го года. На всем протяжении Советско-Германского фронта ожесточенные бои. В районе Харькова за шесть дней попадают в окружение две наши армии. На юге гитлеровцами взят Керченский полуостров. Пал Севастополь. Войска вермахта рвутся на Кавказ и Волгу, к Сталинграду. Ситуация развивалась катастрофически просто-напросто. И необходимо было проведение какой-то операции на другом участке Советско-Германского фронта, который бы мог отвлечь существенные силы немцев. В Ставке Верховного Командования принимают решение провести крупную наступательную операцию под Ленинградом. Город уже почти год в блокаде. Позади самая страшная зима 41-42-го годов, когда от голода и артобстрелов в день умирало по 4,5 тысячи горожан. К лету 42-го в Ленинграде остается около 2 миллионов человек, не считая бойцов Ленинградского фронта. Все снабжение горожан и армии продовольствием, боеприпасами, медикаментами, топливом осуществляется по Ладожскому озеру. Ладожская дорога жизни не могла обеспечить все потребности ленинградцев и войск Ленинградского фронта, которые были в блокаде. Сталин считал, что обязательно надо пробить дорогу и обеспечить себе нормальное снабжение ленинградцев. С начала июля 42-го года в Ставке Верховного Командования разрабатывается план наступательной операции по прорыву блокады Ленинграда южнее Ладожского озера в районе Синявина. Синявинские высоты. Совсем небольшая возвышенность, всего 57 метров. Но отсюда местность просматривается больше, чем на 2 километра. Это давало возможность артиллерии поражать любые цели с большой дистанции. Кто владел этими высотами, тот был царь и бог на этой земле. С сентября 41-го года здесь хозяйничали гитлеровцы. На этом участке Ленинградский и Волховский фронт разделяют расстояние всего в 16 километров. Из воспоминаний генерала армии Константина Мерецкого. Нам казалось, достаточно одного сильного удара и войска двух фронтов соединятся. Но это только казалось. Я редко встречал местность, менее удобную для наступления. Если говорить о том, был ли шанс прорвать блокаду или нет, то, наверное, с определенного момента теми силами и ресурсами, которые были, собственно, у ленинградцев, ее прорвать было достаточно сложно. Нам объясняли, на Неве поможем Волге. Но потом, когда мы вышли из этого, из этой операции, то нам начали убеждать, что мы там перемалывали немцев. То есть, как говорили одно, потом другое. Я вообще говоря, многое что узнал через 50 лет. Если цель Ставки – оттянуть как можно больше сил вермахта и не позволить перебрасывать их в район Сталинграда и Кавказа, то место предстоящего прорыва выбрано удачно. Если же главная задача – снять блокаду Ленинграда, то на этом участке выполнить это было крайне трудно. Семь осознавала, что прорыва не будет. О том, что главная цель – это влечение немецких сил. Вот ради этого и проводилось все. За 11 месяцев гитлеровцы здесь построили оборонительные позиции, где на каждый километр фронта приходилось до 30 огневых точек и 50 блиндажей, врытых в землю на глубину 6-7 метров. Обычными снарядами их не взять. Передний край прикрывали минные поля и искусственное заграждение. Грунт в этой местности заболоченный. Рыть траншеи довольно сложно. Но немцы придумали очень оригинальный способ строительства искусственных заграждений. Это заборы. В землю вбивали два ряда кольев и стягивали их проволокой. Пространство между рядами заполняли мокрой землей и бревнами. Получался забор высотой и толщиной в 2-3 метра. Причем землю, которую засыпали внутрь, брали со стороны противника. И таким образом появлялся еще глубокий ров, который быстро заполнялся болотной водой. В заборе делали огневые точки с бойницами для стрельбы. Как показала практика, теми силами, которые были у Красной армии, преодолеть такие заграждения было практически невозможно. Наш ленинградский боец не в состоянии был прорвать. От него много хотели власти, опять-таки, верховное командование. Оно совершенно не учитывало физическое состояние ленинградского воина. А ведь потери на Ленинградском фронте 20% от дистрофии. Положение Ленинградского фронта тяжелое. Бойцы измотаны, нехватка командиров в любом звене, плохо налажена связь между частями, все снабжение армии только по воздуху и Ладожскому озеру. Командующий фронтом Леонид Говоров детально информирует Ставку о положении дел. Говоров Леонид Александрович. Из крестьянской семьи. Выпускник императорского артиллерийского училища. После революции в армии Колчака, затем переход на сторону Красных. В 30-е годы чудом избежал ареста. Его имя трижды вносилось в черные списки НКВД. Участвует в советско-финской войне. Досрочно получает звание генерал-майора. Бывшего царского офицера в нем выдавало все. Подтянутость, воля, профессионализм. Все, кто когда-либо общался с Говоровым, отмечали черты его характера. Сдержанность, малоразговорчивость, сухость. Он никогда не ругался, никогда не выражался матом. В любой ситуации проявлял внешнее спокойствие. Он сумел завоевать непоколебимое отношение к нему. Если мы часто о многих других больших начальниках слышали всякие байки военные, то вот тут этого не было. Не парикмахершей особой, не этой самой коровы, как у некоторых блокадных деятелей для личного пользования. Леонид Александрович прекрасно понимал, что операции могут окончиться провалом. Он ставил в известность вышестоящее командование о том, что сил не хватает, средств не хватает, и проведение операции будет сопряжено с большими потерями. Возражение Говорова ставка не принимает. Приказ готовится к наступлению. Говоров разрабатывает план операции. Бойцы Ленинградского фронта должны переправиться на левый берег Невы, оккупированный гитлеровцами, и отвоевать плацдарм для дальнейшего продвижения навстречу войскам Волховского фронта. В полдень 19 августа после мощной 70-минутной артподготовки из деревни Корчмина, а она располагается несколько ниже по течению Невы, вышли катера. Под прикрытием дымовой завесы они высадили десант на восточном берегу реки Тосна. Десантники сходу преодолели 1200 метров, перехватили две дороги, ведущие к мостам, и стали продвигаться к деревне Ивановское. Следом за ними неотступно шли саперы, которые сразу же разминировали шоссейный мост. От неожиданности и от наглости русских немцы даже не успели его взорвать. Трем часам дня Ивановское было занято. Успешно начатое наступление захлюбывается. Гитлеровцы опомнились и стали непрерывно контратаковать, бросив в бой все резервы, вплоть до тыловых служб. 942-й полк был, они его оттеснили, а мост, который занял 42-й полк, они тоже захватили немцы. И мы остались, наш батальон и два остались отрезанные. И мы от своего батальона отрезаны с того-то берега, с восточного. А уже за ночь наши саперы вот от этого КП сделали такие вот шириной две доски, мост через Тосну, и к нам уже стали пополнение прибывать. По приказу Говорова на помощь сражающимся отправляются друг за другом три дивизии. В результате кровопролитных боев нашим войскам удается отстоять половину деревни Ивановская. При обороне Ивановского солдаты погибали, не успев сделать ни одного выстрела. Они едва высаживались на берег, как тут же попадали под массированный артиллерийский обстрел или снайперский огонь. В основном это были неопытные, только что призванные солдаты. Мой дед Яковлев Павел Яковлевич был ранен при обороне Ивановского. С огромным трудом в числе других раненых его успели вывезти в Ленинград, в госпиталь. Знаете, самое страшное, что было? Вот когда рукопашной атакой смотреть, страшно. После первой рукопашной атаки, когда Клюканов пришел, у него вот так по локоть гимнастерка в крови. Второе было страшное, вот когда фельдшер Чернявская пришла и говорит, надо мне воды. Сбегай на Тосном. Какой сбегай? Там только ползком. Ну, я так и так наклонилась и над водой зачерпнуть кочелок. И там, я не знаю, нашего солдата или кого, в голова лежит и мозги. Вот это шок какой-то был, шок. Ну, я воды зачерпнула, зачерпнула, я ей принесла, она смотрит на меня, говорит, что ты с тобой? Потери Ленинградского фронта более 7 тысяч человек. Говоров принимает решение о прекращении всех попыток по расширению Ивановского плацдарма. Действия Ленинградского фронта никак не были поддержаны силами Волховского. До сих пор нет ясности, почему это произошло. Просчет ставки, несогласованность действий командующих или какие-то другие причины. Документы, которые могли бы ответить на эти вопросы, до сих пор засекречены. Вот все, что хранится в Генеральном штабе, эти документы, они фактически в ЦАМО, в ЦАМО, в ЦАМО, в ЦАМО, в ЦАМО, в ЦАМО, не передавались. А это как просто все, что связано с разработкой операций, конкретикой. 21 августа, недалеко от Тихвина, в штабе Волховского фронта прошла объединенная встреча командующих двух фронтов – Говорова и Мерецкого. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При допросах к нему применяли методы физического воздействия, пытки и избиения. Следователь НКВД Семенов вспоминал потом, что над генералом издевались так, что тот терял сознание от боли. Неожиданно в сентябре 1941 года Мерецкого освобождают. Прямо в тюрьме переодевают в новую форму и в тот же день привозят к Сталину. Вождь всех народов поинтересовался здоровьем генерала и сказал, что тот плохо выглядит. По планам Ставки главная роль в предстоящем наступлении отводится силам Волховского фронта. Положение его ничем не лучше Ленинградского. Те же проблемы. Дивизии полностью не укомплектованы ни личным составом, ни техникой. Нехватка топлива, боеприпасов. Мерецков, зная об этом, Ставку не информирует. Боится. Что прошлое над ним висело, это так. Вне всякого сомнения. Я со многими людьми сталкивался. Даром не проходит заключение. Да еще в тех условиях, которые они были. Мерецков понимает, предстоящее сражение будет лобовым и кровавым. Победит только тот, кто имеет численное превосходство в живой силе, авиации, артиллерии и танках. Он прекрасно понимал, какое качество боевой силы, человеческой боевой силы в его распоряжении. Он прекрасно понимал, что нужно будет преодолевать эшелонированную оборону. Понимал это? Понимал. Он понимал, сколько в его распоряжении авиации, сколько в его распоряжении артиллерии. Он все это понимал. Все было очень плохо. Без рук он плох. Никогда у нас не хватало, особенно в 1941-1942 году, достаточного количества боеприпасов. Всегда были лимиты, даже при введении наступательных операций. У вас может быть много орудий, у вас может быть достаточно большое количество танков, но если там боезапас небольшой, что вы можете сделать? Тот одним мужеством, одной хитростью, смекалкой, патриотизмом не победить. 23 августа 1942 года в Ставке фюрера под Винницей проходит совещание. Гитлер жестко ставит задачи взять Ленинград штурман. Операция получает кодовое название «Нордлифт» – «Северное сияние». Для усиления группы армий «Север» из Крыма срочно перебрасывается тяжелая артиллерия и 11-я армия в составе пяти отборных дивизий. Организация штурма возлагается на генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Эрих фон Манштейн из семьи потомственных военных. Прошел все ступени армейской иерархии от лейтенанта до фельдмаршала. Участник Первой мировой войны. Разработал план военной кампании по захвату Польши и Франции. Разгромил советские войска под Керчью. Взял Севастополь. Про Манштейна Гитлер говорил. Это лучшие мозги, которые когда-либо производил на свет весь корпус генштаба. Для личных встреч Гитлер и Манштейн всегда надевали на мундир железные кресты, полученные еще в Первую мировую войну. Они очень гордились этими наградами. Гитлер своим крестом второго класса, Манштейн первого. На языке этих орденов и начинался диалог, который всегда перерастал в жаркий спор. Гитлер, чувствуя профессиональное превосходство Манштейна, по рассказам очевидцев, просто впадал в бешенство, буквально валялся по полу. Но он все прощал своему любимому генералу, ведь тот почти всегда побеждал. Гитлер, завершая совещание, сказал. Я озабочен действиями Советов в связи с нашим штурмом Ленинграда. Русские попытаются опередить нас, но наши новые чудо-танки «Тигр» способны ликвидировать любой прорыв русских. Гитлеру не терпелось узнать, каковы же «Тигры» в деле, и уже в августе 1942-го первые четыре машины отправились под Ленинград. 29 августа эшелон с боевой техникой и личным составом начал разгрузку на станции МГА под Ленинградом. Уже по мере выдвижения на боевые позиции начались поломки. У двух танков полетела коробка передач, а у третьего сгорел двигатель. Ремонт «Тигров» затянулся. В бой они пошли только через полмесяца. 22 сентября артиллеристы Волховского фронта впервые увидели новейшие немецкие машины. Пробить лобовую броню нашим 76-мм орудиям не удалось. Тогда артиллеристы пропустили «Тигры» мимо батареи и ударили в боковую броню. Сразу же удалось подбить первый и четвертый танк. Два «Тигра», которые были в середине, оказались заперты. Артиллеристы потом их хладнокровно расстреляли. Первый бой стал для «Тигров» и последний. Манштейн разрабатывает операцию по захвату Ленинграда, но план остается лишь на бумаге. В тот день, когда генерал-фельдмаршал вместе со своим штабом прибывает из Крыма под Ленинград, его встречает грохот советской артиллерии. 27 августа, после двухчасовой массированной артподготовки, начинается наступление Волховского фронта. В нескольких местах наши войска прорывают оборону противника и продвигаются вперед на глубину до 5 километров. К исходу третьего дня они выходят на подступы к Синявинам. Дальше начался их обстрел с Келкаловской и Синявинской высот, где были установлены шестиствольные минометы. И противодействовать им нашим войскам было нечем. Вот когда миномет разорвался, там прям полностью расчет вышел из строя. Тут уже надо было быстрота. А закапывались только в голову. Мы впоследствии узнали, что надо взрываться в землю. А первое время мы не были подготовлены, поэтому было тяжело, конечно. А ну-ка, пролежать в траншеи целые сутки. Ну, особенно в боевом охранении. На четвертый день нашего наступления на поле боя появились переброшенные с Ленинградского участка фронта новые немецкие части из состава 11-й армии Манштейна. Солдаты именно этой армии уже закалились в боях под Одессой, Керчью и Севастополем. За каких-то нескольких дней противник создал в районе рабочего поселка номер 8, в районе Мишкина и Синянина, группировку, в которую входило шесть полнокровных вражеских дивизий. Немецкая авиация не переставая бомбит наши позиции. Группы юнкерсов совершают налеты с интервалом в 20-30 минут. У нас не только самолетов не было, даже средств противовоздушной обороны. Они летали и бомбили нас совершенно спокойно, просто, ну, чтобы избиение просто. Эти двухмоторные юнкерсы летят, бомбят сбрасывая бомбы, а потом еще вот прицельно на отдельные объекты, еще потом эти юнкерсы, а их было штук по шесть, по восемь, они цепочка один за другим, пикировали глубоко в еду с воем Керем. Потери Волховского фронта за первые четыре дня боев составляют свыше 20 тысяч человек. Реальный темп продвижения войск в два раза меньше расчетного. Берецков понимает, наступление проваливается, но Ставка требует исполнения намеченного плана. Тогда Мерецков отдает приказ о досрочном вводе 31 августа в бой 4-го корпуса под командованием генерал-майора Николая Гагина. Гагин Николай Александрович, выходец из прибалтийских немцев, кадровый офицер царской армии. Отличился в Первой мировой войне, в Красной армии с 19-го года. Во время гражданской войны командует батальоном. Участвует в подавлении Петропавловского восстания белоказаков. С первых дней Отечественной войны на передовой. Командир 153-й стрелковой дивизии. Знаменитая 153-я дивизия Николая Гагина. В июле 41-го года попадает немецкий котел под Витебском. Три недели пробивается к своим из окружения. В ходе боев уничтожает немецкий аэродром с 50-ю бомбардировщиками. За бойцами Николая Гагина гонялись две эсэсовские дивизии. Немецкая пропаганда распространяла листовки, в которых было написано «Солдаты, ваш командир немец. Он сначала погубит вас, а потом сдастся в плен». Николай Гагин собрал оставшихся живых бойцов и рассказал о своем происхождении, о своей судьбе. Советская пропаганда, противовес немецким листовкам, тиражом 200 тысяч экземпляров, выпустила фотографию Николая Гагина, русского генерала немецкого происхождения. Мерецков приказывает частям корпуса Гагина пробить оборону противника и уже к вечеру 1 сентября выйти к Неве у поселка Анинское. Наступление поддерживает 98-я танковая бригада. Ну, я попал тогда в 98-ю бригаду, будучи шофером, а шофер, значит, будешь механиком-водителем легкого танка Т-60. Ну, это вообще не танк, а недорожмение, конечно, было. Сделано на скорую руку, броня тонкая, двигатель очень по мощности слабый, трогать его было очень сложно, на дороге-то еще можно было, а вот когда в лесу на мягкой почве, трогать его было очень сложно, а надо было на сцеплении, а сцепление сожгешь под трибунал и пойдешь, а потом разгоняли двигатель таким прыжком. Ну, и такой солдатский юмор, их прозвали танки «Жужу», когда вот это разгоняют двигатель. Танк «Жужу» на страх врагу и на смерть экипажу. Бойцы 4-го корпуса, прокладывая гати через непроходимое большое болото, при поддержке танков продвигаются вперед до реки Мойки. Прошли, наверное, километров 5-6 в глубину. Это была чудесная погода, был конец августа, начало сентября, солнце, тепло, и вот примерно на 5-6 день утра появились немецкие самолеты, эти музыканты, «Юнтерс-87». Они пикировщики, и когда они шли на пикировку, они еще обключали сирены. Это завывающие сирены, свист в бомбу, и, в общем, эта остановка такая была. До Невы остается всего 5-6 километров, но немецкая артиллерия практически не дает возможности поднять голову нашим солдатам. Наша же допускает просчет за просчетом. Бьют по площадям, а не по огневым точкам противника. Порой случаются и совсем досадные ошибки. В 259-ю дивизию были доставлены снаряды, но они не годились по калибру к дивизионным пушкам. И пехоте пришлось идти в атаку без артподдержки и без гранат, которые вообще забыли подвести. До сих пор не существует точной оценки по поводу продвижения наших войск в этот период Синявинской операции. Наши генералы в своих воспоминаниях пишут одно, немецкие – другое. Глубина прорыва, ширина – все очень противоречиво. Похоже, что точной информацией не обладает никто. В наших штабах не знали о том, что творится на передовой, но все же командование верило в успех, а может быть в чудо, и решило продолжить наступление на Синявина. Мерецков привлек свежую 191-ю стрелковую дивизию и танковую бригаду. Появился даже приказ с новой датой наступления – 6 сентября. Но к намеченному сроку дивизия не успевает выйти на позицию, и атака откладывается. Спустя два дня, 8 сентября, Мерецков отдает приказ о вводе в наступление последнего резерва Волховского фронта 2-й ударной армии. Вторая ударная армия сформирована в декабре 1941 года для участия в «Любанской операции» – третьей попытке прорыва блокады. В ходе боев в районе Мясного бора попадают в окружение. Более двух месяцев красноармейцы пытаются вырваться из котла. Только разрозненные группы прорываются через коридор смерти. Командующий армией генерал-лейтенант Андрей Бласов 12 июля попадает в плен. В сентябре 1942-го вторую ударную армией можно назвать только условно. Свежих соединений не имеет. Личным составом укомплектовано только на 70%. Несмотря на это, Мерецков отдает приказ идти в наступление. В течение трех дней им показывали фильмы времен гражданской войны о Щерсе, Пархоменке, читали политинформации. Но накануне наступления 5 сентября их вывели на просеку, по которой они должны были наступать. Командир роты показал дорогу на закат солнца и сказал, что ваша задача – взводу, прорвать блокаду Ленинграда. Части 2-й ударной армии с трудом продвигаются вперед. В течение нескольких дней пытаются овладеть хорошо укрепленным пунктом гитлеровцев – Роща и Круглая. Роща Круглая. Здесь, на опушке леса, находился опорный пункт немцев. Имел 28 дзотов и множество землянок, связанных между собой ходами сообщения. Все подступы к переднему краю были обставлены противопехотными и противотанковыми минами, а также несколькими рядами колючей проволоки. На немецких картах это место называлось Нос Венглера. Именно подполковник Максимилиан Венглер держал здесь оборону. В мирной жизни он служил директором банка. На фронт попал из числа резервистов. Венглер был образцом войскового командира. Пользовался абсолютным доверием своих подчиненных. Ради него они были готовы пройти даже через ад. Танки второй ударные даже врываются на южную окраину Рощи Круглая, чтобы сделать проход в заграждениях и подавить зоты противника, но вязнут в болоте. Там никто, никакой танк не может пройти. Это было самое выбраное место. Я не знаю, кто на маршрут прокладывал, но там были болота. И просто в это болото вляпается. Задние его вытаскивают обратно, потом находят другое место обойти. А тут обстрелы теряли людей, экипажи. В общем, там была страшная была обстановка. Командующие Волховским и Ленинградским фронтами предпринимают спешные меры для спасения Синявинской операции. Планируется силами Ленинградского фронта восстановить Невский пятачок и начать оттуда наступление в сторону Синявина навстречу войскам Волховского фронта. Невский пятачок. Небольшой плацдарм на левом берегу Невы. До войны здесь находилась деревня Арбузова на 58 дворов. С сентября 41-го в течение полугода на пятачке шли ежедневные бои. Средняя продолжительность жизни бойца была менее 50 часов. 29 апреля 42-го года советские войска оставили позиции. Невский пятачок в руках немцев. Красноармейцы, защитники этого клочка земли, с горечью шутили. Кто на Невском пятачке не бывал, тот беды не видал. О себе, оставшиеся в живых, говорили. Мы побывали в аду. Почти 400 дней ленинградской блокады здесь непрерывно идут бои. Бойцов поднимают в атаку через каждый час-полтора. Жесточайшие рукопашные схватки в окопах. В перемешку лежат мертвые тела наших и немцев. До сих пор, спустя 60 лет, на этих местах появляются следы тех боев. Поисковики находят останки незахороненных солдат. В любом месте здесь можно копнуть. И сразу же видишь, вот она, война. Нашу роту курсантскую подняли по тревоге, в мельничный ручей и оттуда на Невскую Дубровку. Мы начали форсировать Неву, отвоевывать вот этот самый Невский пятачок. С трудом удалось перебросить на южный берег Невы несколько тысяч человек, но затем продвижение застопорилось. Поскольку потери дивизии были очень большие, они потеряли вот за эти пять дней, по сути дела, половину своего личного состава, Ставка Верховного Главнокомандования отдала 12 сентября директиву о приостановке этого наступления. У нас вернулось в училище из 180 человек курсантов, всего 11 человек, в том числе и я. 10 сентября гитлеровцы начинают контрнаступление на наши фланги по всей линии прорыва Волховского фронта. Манштейн стянул все резервы. Несколько дивизий 11-й и 18-й армий, артиллерию с Ленинградского участка фронта и семь бомбардировочных эскадриль. Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Контрнаступление было организовано с севера и юга из опорных пунктов, таким образом, чтобы отрезать вклинившиеся войска русских прямо у основания Крыма. У немцев тоже сил было немного. Значит, они ночью разбомбят, а ночью наши войдут. И получалось так, примерно дней 10-12 было так. То мы, то они, то в окружении, то нет. Несмотря на угрозу окружения войск Волховского фронта, Мерецков повторно отдает приказ 2-й ударной армии продолжать наступление, овладеть рощей Круглая и двигаться к Неве. Мерецков приказывал идти вперед, 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 но дело в том, что куда им было идти. Свидения о том, сколько, какие, какого потери, где конкретно находится на каком участке местности тот или иной батальон, они отсутствовали. То есть вот знание ситуации в штабе у Мерецкова, оно было очень поверхностным, приблизительным. Из воспоминаний генерала армии Константина Мерецкова. В те дни в районе охвата врагом наших войск создалась тяжелая обстановка. Соединения части перемешались между собой, управление ими то и дело нарушалось. Из 2-й ударной армии поступали противоречивые сведения. Все. С этого момента можно сказать однозначно. Синявинская операция, начатая как наступательная, превратилась в оборонительную. Все возможности советских войск наступать были исчерпаны. Единственная дорога не могла обеспечить всех потребностей наших войск. Не хватало боеприпасов, продовольствия, медикаментов. Вывоз раненых был практически невозможен. Положение становилось катастрофическим. На 30-40 человек в сутки выдавали полмешка прессованной пшенной каши. Одна винтовка на двух-трех солдат. На пулеметную роту один Максим. В течение целых суток, 23 сентября, идут бои за Гайтлова. Обе стороны сражаются ожесточенно. Шесть раз гитлеровцы идут на штурм, понимая, что взяв этот опорный пункт, они возьмут в клещи все наши части. К исходу дня Гайтлова в руках немцев. Этот котел солдаты вермахта прозвали «Мешок Мерецкова». Манштейн принял тот же прием, как в «Мясном бору». Были заключены на просеке Эрика был закрыт коридор выхода из «Мясного бора». Точно так же между Гонтовой, Липкой и Гайтловым был закрыт пути подвоза и пути отхода. В окружение между Мгой и Гайтлова попадают части двух армий Волховского фронта. Более 30 тысяч человек. Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна. «Нам было необходимо уничтожить находившихся в котле. Русские о сдаче не помышляли. Тогда мы начали вести непрерывный артиллерийский огонь. Через несколько дней лесной район был превращен в поле, изрытое воронками, на котором виднелись лишь остатки гордых деревьев-великанов». В то время как наши окруженные части пытаются вырваться из котла, Мерецков отдает два приказа. Один – об отводе наших частей от речки Черная. Другой – о категорическом запрещении выхода без матчасти. Приказы явно опоздали. Их надо было отдавать до того, как войска попали в окружение. «Танки бросить нельзя, и завести тоже его не могут. А тут, значит, в окружение что делать? Если вернешься без танка, это трибунал». Под беспрерывным огнем, не имея горючего, увязшую в трясине технику вывести невозможно. Уцелевшие солдаты взрывают орудия и лесными тропами по трясине, пытаются пробраться к своим. Мне рассказывали солдаты, которые вышли, что как они вышли. Вот гать, вот вместе прорыва гать, она вся простреливалась. Так что ребята делали? Они фактически плыли рядом с гатью, держались только рукой, чтобы вот так сумели выйти. А тот, что по гатью шел, погибал. Для помощи окруженным частям 2-й ударной армии Берецков приказывает пробить коридор. Двое суток, не прекращаясь, идут бои. Помочь находящимся в котле не удается. В то время, когда гитлеровцы методично расправляются с окруженными советскими частями, происходит вторая попытка захвата Невского пидачка силами Ленинградского фронта. И вот, значит, без всяких средств усиления форсировали Неву, захватили на том берегу у немцев, отбили участок примерно до 2-3 километров по фронту и 600 метров в глубину. И вот на этот участок отправляли через него, значит, подкрепление. Переправляться, конечно, было трудно. Течение там 8 километров в этом месте. Ну вот, хорошо мы, моряки, знаем, как шлюпками управлять. Вот. Огонь был страшный, страшный огонь был. Это у немцев пусть это. Открыли огонь и пулеметный, и автоматный, и минометный, и артиллерийский. После госпиталя моего дедушку снова отправили на левый берег Невы. Здесь он и погиб в одной из бесчисленных атак на вражеские позиции. Где, когда и при каких обстоятельствах нашей семье не сообщили. В похоронке значилась очень странная фраза. Яковлев Павел Яковлевич погиб без вести. В извещениях так никогда не писали. Либо погиб, либо пропал без вести. Пропавших было так много, что Сталин распорядился не платить их семьям пенсии. Мол, неизвестно, погиб ли человек или в плен сдался. Ошибка Писаря спасла нашу семью. За то, что дедушка все же погиб, хотя и без вести, ей начислили пенсию. Целых 12 рублей. Войскам Ленинградского фронта ценой больших потерь удается восстановить Невский пятачок. Но гитлеровцы обрушили на наших солдат такой шквал огня, что о любом продвижении на помощь окруженным войскам Волховского фронта не могло быть и речи. Они шли, психические атаки проводили, нагло шли, засучив рукава, понимаете, тут, значит, оголенные по локте руки с автоматами, с легкими. А мы с этой святовочкой. Там только гибли наши люди все. Вот ночью придет пополнение, за день их никого почти не останется. Ну, кое-кто там в траншеях останется. И опять пополнение ночью. Там лупили со всех сторон. Пятачок ведь... Только маленькое горлышко выходило вот к Неве. А то все кругом же немцы. В то время, когда идут кровопролитные бои за Невский пятачок, гитлеровцы наносят еще один контрудар от МГИ. Вклиниваются в боевые части 4-го корпуса Николая Гагина, раскалывают его и берут в кольцо. Разрозненные части 4-го корпуса генерал-майора Гагина, попавшего в окружение на западном берегу речки Черная, не имели продовольствия и боеприпасов. Управление было полностью потеряно. Каждый пробивался к своим, как может. Генерал Гагин выходил вместе со своим штабом в группе из 16 человек. С огромным трудом они добрались до берега речки Черная. По пути следования им повстречался блиндаж, в котором находились медсестры и раненые, подготовленные к эвакуации. Понимая, что раненых не вывезти и они обречены на плен, генерал предложил медсестрам оставить лазарет и присоединиться к его группе. Медсестры посовещались и решили остаться. Николай Александрович и еще несколько бойцов смогли выйти к своим. На этом Синявинская операция завершилась. Стороны оказались на прежних позициях. Нашим войскам не удалось прорвать блокаду Ленинграда, но была отведена угроза нового штурма. В Центральном архиве Министерства обороны хранится отчет о потерях Волховского фронта, который десятилетиями был засекречен. Всего в операции принимало участие 156 927 солдат и командиров Красной армии. Из окружения вышли 3209 человек. Гитлеровцы зафиксировали 12 370 наших пленных. Погибло или пропало без вести 114 348 человек. Здесь, на Синявинских высотах, лежит только малая часть погибших бойцов и командиров. Каждый год на территории мемориала хоронят тех, кого нашли поисковики. Иногда удается установить имя и фамилию, но чаще всего нет. Неизвестные солдаты лежат в братских могилах. Достойного памятника их подвигу до сих пор не существует. К праздникам захоронения приводят в порядок, чистят, подкрашивают, территорию вокруг убирают. Но в суете повседневности порой все же забывают о том, что здесь лежат солдаты отчизны. Люди, которые просто выполняли свой долг. Штурмовали эти проклятые высоты. Погибали от голода и ран, от некомпетентности своих вождей и командиров. Мы часто говорим о бесполезности этих жертв. Но люди, которые здесь похоронены, с этим точно будут не согласны. Потому что каждый их шаг, каждый выстрел и порой даже смерть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова